Они тратят миллиарды на пропаганду. У них телевизор, парк патриот, селигер, наши и прочие юнармии. Из каждого утюга они рассказывают, как у нас хорошо, а везде плохо. Геи, бездуховность, а надежда только на Россию. Тем, кто выражает с этим несогласие, они пытаются заткнуть рот. Для этого у них ОМОН, репрессивные законы и басманные суды. Ну и каков же результат? Спросите своих знакомых, будь у них выбор, какой вакциной от короны они бы привились, нашей или западной. Это будет чистый эксперимент. Не про одну вакцину большинству людей ничего толком не известно. Ответ будет отражать только одно – уровень доверия стране. И люди, в том числе и те, которые «Крым наш» из-за Путина, предпочтут вакцину не нашу, а вражескую. Потому что Крым Крымом, и Путин, конечно, крутой, но себе они не враги. Потому что они понимают, что державный звон – это одно, а качество продукции – другое. Потому что они точно знают, что зашкаливающая духовность не позволяет обращать внимание на аккуратность закручивания гайки и соблюдение всяких скучных технических норм. Потому что они на своем опыте убедились, что «Тойота» лучше «Жигулей». Потому что компьютер и телефон, которыми они пользуются, сделаны не у нас, а где-то. Потому что они не верят ни одному слову из тех, которые произносит власть, в том числе и рассказам о том, что наша вакцина – лучшая в мире. Процента 2-3, думаю, наберется. Но в основном это будут те, кто верит, что коронавирус разработали в ЦРУ. А если вакцина будет поставляться в Россию, то Билл Гейтс лично подольет какую-нибудь дрянь в каждую пробирку. Добавили же враги допинг в кровь и мочу наших спортсменов. Вот эти 2-3% и есть реальный результат их непрерывной трескотни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова